Немного неприятная вещь заключается в том, что помимо формы Ореста первого Ореста есть так называемая форма второго Ореста. Мы с вами уже с этим сталкивались. Помните, когда мы изучали личные глаголы, мы изучали второй Орест, там где изменяется основа, и первый Орест, там где добавляется образующее времени сам. Вот точно тот же самый эффект есть и в преобразовании причастия. Есть второй Орест, то есть причастие, у которых Орестность выражается не за счет суффикса СА, а за счет изменения основы. Ну и модель, и способ образования для них вам описан в параграфе 28.11. Основа Ореста, тоже без превращения, конечно же, и эта основа будет отличаться от основы настоящего времени. У второго Ореста основы в разных временах всегда не совпадают, плюс соединительное гласное, плюс морфемопричастие, те же самые морфемопричастие, которые мы с вами уже изучили, плюс, опять же, стандартное падежное окончание. Ну, на примере глагола БАЛЛУ показано различие между причастиями настоящего времени и причастиями Ореста. В настоящем времени корень БАЛУ с двумя Л, Орест корень БАЛ с одной Л. Поэтому форма причастия настоящего времени БАЛЛ, БАЛЛ, видите, Ор, АБАЛЛОН. А форма причастия Ореста БАЛЛ, поэтому вот вам надо внимательно присматриваться к корням. В личных глаголах там было еще приращение, которое помогло вам заметить, что это Орест, а здесь приращения больше нет. Есть только основы и окончания, поэтому будьте внимательны. Почему Ор? Ну, по тем же самым причинам, по тем же самым правилам, все, как и в настоящем времени. И в среднем залоне БАЛЛОМОНОС и БАЛЛОМОНОС. Видите, опять же, только в этой лямде все различие. Ну, и дальше в учебнике вам опять-таки напечатаны парадигмы для действительного, среднего и страдательного залога. БАЛЛОГА, второго Ореста, действительный залог, например, глагол БАЛЛОНО, видите, БАЛЛОН, БАЛЛОНОС, БАЛЛОНТОС, БАЛЛОНТИ и так далее, БАЛЛУСА и так далее, БАЛЛОН и так далее. То есть точно те же самые окончания получаются, какие были и у глаголов настоящего времени. Суффикс, окончание, весь этот блок точно такой же, все отличие лишь в изменившейся основе. То есть фактически с чем мы имеем дело? Если первый Орест, основа может быть, иногда тоже отличается, но основа может быть такой же, как в настоящем времени, но плюс суффикс СА и плюс потом вот все необходимые причастные морфемы. Второй Орест, основа, отличающаяся от основы настоящего времени, плюс все там суффиксы и морфемы, такие же, как в настоящем времени. Либо с помощью СА, либо с помощью изменившейся основы мы распознаем, что имеем дело с причастием Ореста. Средний залог на примере глагола геномай, у которого в Оресте корень ген, геноменос и так далее. И видите, опять очень-очень хорошо виден суффикс МЕН. Средний залог всегда распознается здорово. От настоящего времени, где все точно так же выглядит, в смысле суффиксов опять же, вы отличаете по изменившейся основе. Если в настоящем времени было геноменос, то здесь геноменос. То есть там ген, а снова здесь ген. И что касается страдательного залога, то во втором Оресте нет Т, просто в качестве образующей времени используется Эпсилон. Ну и здесь вот есть много общего с сострадательным залогом первого Ореста. И да, в настоящем времени вообще нет отдельной формы страдательного залога, поэтому вероятность попутать здесь гораздо меньше. Но просто вот этой привычной Т нету, это может затруднить нам чуть-чуть узнавание форм. Но если вы уберете Т, то посмотрите на все остальное, вы увидите, что формы очень-очень схожи. Ну для глагола графа вам приведены формы страдательного залога Орестного причастия, граф Эйс, граф Энтос, граф Анти и так далее. Хотя справедливости ради нужно сказать, что это очень редкая форма в Новом Завете. И вам нечасто придется иметь дело с формой страдательного залога причастия Ореста. Но все-таки вот для сведений приведено. С одной стороны материал в этом уроке такой кажется обширный, потому что вот первый Орест три парадигмы, второй Орест три парадигмы. Но присмотритесь к этим парадигмам, обратите внимание на ключевые детали, на те ключи, по которым вы можете распознавать форму. Ключей совсем немного. Если вы поймете логику образования этих ключей, если вы поймете, как вообще строится форма, то вам достаточно легко ее будет узнавать. А потом еще, особенно отработав, заучив какие-то ключевые формы, советую именительный поддержку, специально как-то обращать внимание, заучивать, чтобы быстро узнавать, вы вообще будете ли иметь с Орестом дело очень легко. Ну и последнее, на что важно обратить внимание, ваше внимание обращается в этом уроке на некоторые глаголы, у которых, или из-за вопросов с превращениями связано, или еще за чего-то, в преобразовании форм причастия Ореста могут возникать некоторые трудности. Давайте мы просто по порядку пройдемся, по глаголам из параграфа 28-16. Глагол Огон. В настоящее время причастия Огон, тут все нормально, А, и Ореста добавилась в Оресте, форма Ореста от этого глагола Эгогон. Здесь случилось так называемое отическое удвоение, и мы так как Эгогон ее должны были заучить, но теперь от этой Э нужно превратить опять в вариант без превращения, который является Альфа. Поэтому причастие от глагола Ого, Орестное, Агагон. Ну, кстати, вот это отическое удвоение здесь очень хорошо видно, Аг-Аг. Если бы вас раньше смущало это Эгаг, и оно казалось вам странным, смотрите, Аг-Аг. То есть вот это вот повторение Аг двойное, оно как раз участвовало в образовании Ореста. Глагол Ол Айро, ну, с причастием Орона в настоящем времени, у которого корень А, Ра был Орест, А-Ар-Ас, причастие, видите, корень А, ну, неиспорченное превращением, хорошо виден. Глагол Гиномай, у которого в настоящем времени причастие Гиномонос, ну, кстати, вы видите, глагол заканчивается на Май словарной форме, форма действительного залога у этого глагола не встречается, он только в среднем залоге всегда встречается, поэтому вот и в причастной форме тот же самый эффект. Теперь, что касается его Аореста, у него корень Гин в Аоресте, Эгеномен, ну, в форме среднего залога, у него была в личных глаголах, а превращение нет в причастие, поэтому Ген, вот этот вот корень Аорестный, О-Менос. К виде причастия даже легче распознавать, легче с ними иметь дело, а зачастую, чем с глаголами. Гогол Гиноско, а Гиноско, он с корнем Гно, в Аоресте у него именно вот этот корень Гно, Эгно, но вы форму уже знаете, встречали, учили. В причастие теперь мы возвращаемся, собственно, к вот этому корню Гно, и немного неожиданная для нас формуа ГНУС. Почему неожиданная форма? Потому что здесь компенсаторное удлинение. Ну, и здесь окончание С, которое там суффикс НТ съедает, поэтому вот такая вот, может быть, немного неожиданная для нас форма. Ну, как-то для себя ее отметьте, во-первых, а во-вторых, вот постарайтесь в этом ГНУСе, вот это ГНО, рассмотреть. Ну, и где-то помните корень ГНО, и в виде ГНУС вы тогда сможете догадаться, с какой формой вы имеете дело. ЭХАМАЙ, глагол с несколькими корнями, во-вторых, мы уже с вами чуть-чуть даже про это говорили, у него форма ЭЛТОН, и мы как заучивали ее с этой, но теперь нужно вернуться к форме без превращения, которая с ЭПСИОН, ЭЛТОН. Следующий глагол ХАУРИСКО, ХАУР, корень, ИСК, суффикс добавляемый только в настоящем времени, а поэтому АОРИСКО этого глагола был ХАУРОН, почему ЭПСИОН в начале, потому что мы говорили, что ЭЛТОН часто не удлиняется, то есть как бы превращение не срабатывает в этом случае. Ну и что касается причастия от этого глагола, то тоже самое ХАУР, ну и типичное окончание ОН. Глаголгола ЭХУ с корнем СЭХ, АОРИСКО был ЭСХОН, СЭХ, вот это СЭХ, до СЭХЭДО в АОРИСКО сжалось, плюс превращение, и причастие АОРИСКО с ХОН, ну, в новом завете не встречается, но для полноты коллекции вам дано. Для глагола ЭТЭЛО АОРИСКО была ЭТЭЛЭСА. Почему ЭЭЭ в начале стоит, потому что исторически у него был корень ЭТЭЛЭ, и вот этого исторического корня образуется форма АОРИСТА. Но что касается образования причастия, ТЭЛЭСАС, то причастие образуется не от исторического корня, а вот уже от нового современного корня, потерявшего ЭКСИЛ в начале, и, вот видите, ТЭЛЭ, да, вот видите, но ЭПСИЛ в эту удлинилась в период образующей времени САЛ и СА, то есть это первый АОРИСТ. Глагол ЭГО с несколькими корнями, мы в АОРИСТе заучивали с вами форму ЭЙПОН, и что касается варианта без приращения, то вариант без приращения выглядит тоже ЭЙПОН, только отличается ударением. Да, вот тут ЭЙПОН ударение было, здесь ЭЙПОН, ну, конечно, но вот это вот сдвиг ударения, единственное, что осталось от вот этой попытки удалить приращение. И глагол ХАРАО, опять с несколькими корнями, в АОРИСТе у него форма ЭЙДОН, мы ее отдельно заучивали, но здесь Э обычное прибавляемое приращение, которое обычным же образом может быть и удалено, и остается корень ИД, ИДОН. Помните такую форму, мы с вами заучивали ИДУ, ИДУ, ИДЭ, там ВООТ, СМОТРИ, и так далее, призыв, обращение, воскресание, вот он как раз от этого корня тоже, и это пусть вам поможет, если вы помните, то ИДУ, ИДЭ, то вот там корень ИД, здесь тоже ИД, и вот по аналогии вы можете вполне узнать. Вот, собственно, и все. Да, вот эти несколько глаголов, они все такие проблематичные, перечисленные, из-за особенностей своего превращения могут создать какую-то проблему, в остальном уже все нормально. То есть, запоминайте, первый аурист суффикс СА в действительном и среднем залоге, и суффикс Т в страдательном залоге, в действительном залоге потом после этого идет НТ в мужском и среднем роде, или еще одно СА в женском, так что СА получается, в среднем суффикс МЕН, и он вообще очень хорошо видимый и легко узнаваемый, в страдательном опять же Т, и там в действительном залоге после этого Т добавляется НТ, и в среднем залоге добавляется Т и СА, ну, то Э получается Ютон, ГЭД и СА, и вот это вот все, это Т хорошо бросается в глаза. В втором ауристе нет СА, нет Т в страдательном залоге, но есть изменение корня, в среднем есть МЕН, то есть, в общем, достаточно, достаточно ключей, для того, чтобы все формы узнавать, просто потратьте некоторое время на рассматривание всех этих парадигм, как бы прониктись в них всех особенностями, и у вас все получится.